Эликсир молодости, вот зачем нужно приготовить, витаминную бомбу, с гвоздикой. Гвоздика, сушеное цветение с гвоздичного дерева, является пряностью, которую часто используют в кулинарии. Однако не все знают, что она способна подарить молодость. Вы удивитесь, когда на себя ощутите, как гвоздика влияет на организм. О том, как приготовить эликсир молодости на основе гвоздики, рассказывает РБК Украина, проект Эстейлер, со ссылкой на газета.пл, в чем польза гвоздики. Пряность напрасно недооценивают. Многие думают, что гвоздика способна лишь придать вкус глинтвейну и выпечке. Однако она невероятно полезная. В гвоздике содержатся, витамины А, С, Д, Е, К, витамины группы В кислоты омега-3, магний и цинк. Помимо этого, гвоздика обладает антибактериальными, противовоспалительными и заживляющими свойствами. Благодаря этому пряность является природным антиоксидантом. А потому ее можно использовать как натуральный тоник для кожи, как приготовить, витаминную бомбу, из гвоздики. Чтобы на себя ощутить, в чем польза гвоздики, вам не придется тратить много времени и денег. Просто приготовьте эликсир молодости, для которого вам понадобится, 1 чайная ложка сушаной гвоздики, стакан кипятка, просто залейте гвоздику кипятком, после чего дайте тонику остыть и немного настояться. Затем процедите раствор, жидкость перелейте в чистую бутылочку с пульверизатором, а размокшие соцветия можете выбросить. Полученный тоник нужно хранить в прохладном месте. Им вы можете увлажнять свою кожу утром и вечером. Однако не забывайте проверить реакцию своего организма на гвоздику. Для этого проведите тест на аллергию, смочите небольшой участок кожи тоником, как гвоздика влияет на кожу. Вы удивитесь, когда заметите первый результат. Тоник с гвоздикой придаст вашей коже упругость. Он борется с морщинами, подсушивает высыпание и возвращает эластичность. Гвоздика, словно дорогая коллагеновая маска, омолодит вас на 10 лет. Напомним, ранее стало известно, как очистить сковороду от нагара внутри и снаружи. Также диетолог опровергла самые распространенные мифы о здоровом питании.